Такую мойку обнаружили на улице Пирогова. Во дворе частного дома, который больше похож на офисное здание, расположились отсеки для мойки машин. Да и водителей подъезжающего транспорта интересовало, почему закрыта мойка. Владельца дома и арендатора территории, который организовал здесь бизнес, на месте не оказалось, поэтому на все вопросы сотрудников полиции отвечал представитель охранного предприятия. А специалисты водоканала обнаружили незаконную врезку водопровод санатория Заполярье и отсутствие локальных очистных сооружений. Это серьезное нарушение норм экологической безопасности. Сразу же был произведен демонтаж водопровода, вентиль закрыт и опломбирован. В случае допущения нарушений, то есть работы автомойки без соответствующих, заключения соответствующих договоров с ресурсоснабжающими организациями, без соблюдения этих условий, безусловно, они несут, во-первых, административную ответственность в части нарушения экологии, то есть это статья 8.2 Кодекса об административных правонарушениях. Ну, естественно, гражданскую ответственность. То есть если вода берется незаконно, за нее не оплатится, всегда придется отвечать. Специальные мониторинговые группы проверили все 188 автомойок Сочи. В подавляющем большинстве выявлены нарушения. Где-то грубые, вот как на Пирогова, где-то неправильно составлены документы. Администрация города провела встречу с предпринимателями во всех районах курорта и предложила помощь в правильном оформлении разрешений. Но и бизнесменам надо выполнять все требования закона, в том числе и по соблюдению санитарно-защитной зоны. Она в этом случае должна быть не менее 50 метров.